По словам Веневского, взятки на Кубани все-таки продолжают брать. Поэтому борьба с коррупцией остается для полицейских одной из главных задач. Сотрудникам подразделения экономической безопасности выявлено 370 преступлений коррупционной направленности. Из них свыше 80% тяжких и особо тяжких составов. Более чем на треть больше пресечено фактов получения взятки. И средняя сумма увеличилась в 2,5 раза. Она составила 94 тысячи рублей. То, что коррупция – реальная угроза всей экономики Краснодарского края, в своей речи во время заседания коллегии сказал Вениамин Кондратьев. Взятки он назвал одним из главных препятствий для инвесторов, которые могли бы вкладывать в развитие региона, но не делают этого из-за коррупции. Никакими форумами, никакими инвестплощадками, даже самыми выгодными, мы не затянем туда инвестора, если у нас будет криминальная ситуация в экономике. И здесь я хочу сказать, что да, мы начнем с себя, с чиновников. Можно договориться с статистикой, но с народом договориться нельзя. Ему глаза вы не замажете. Можно бесконечно гонять рекламу отчетов. А если рядом вокруг себя жители не будут ощущать реальных сдвигов, то никакая реклама здесь не поможет. И статистика, и отчет. Нужно выявлять и привлекать к ответственности всех лицов, которые наносят ущерб легальной экономике. Бороться с коррупцией исполнительная власть и полиция должны совместно, добавил Кондратьев. Для этого в краевой администрации специально создали контрольное управление, которое подчиняется напрямую главе региона и выявляет факты взяток в структуре краевой исполнительной власти.